здравствуйте дорогие друзья с вами Вадим Печерский миграционный консультант и руководитель паспортно визового агентства rush in documentation center и сегодня мы продолжаем злободневную тему это как убежать как избежать как попасть в сша как подать на политическую биржу как его получить то есть все вот этот каламбур вопросов которые у нас телефоны разрываются у меня мобильные 7 утра а офисные с 9 утра и попытаемся как бы просуммировать основные вопросы и дать на них какие-то надеюсь разумные ответы если они вам понравятся вам это интересно оставайтесь с нами подпишитесь на канал поставьте нам лайк поделитесь этим видео мы вам благодарны за обратную связь поехали я иммиграционный консультант я работаю на нескольких адвокатов в качестве паралегала я переводчики публичный нотариус но я не даю юридической консультации потому что не имею адвокатской лицензии и все чем я делюсь это практический персональный опыт на протяжении двадцати восьми лет в качестве переводчика или помощника адвоката или иммиграционного консультанта сказав это переходим к сути вопроса друзья клиенты знакомые посторонние люди звонят волнуются переживают как спасти детей мужей братьев что происходит все спасаются мы это знаем и основной вопрос как как вот сегодня поступил вопрос от нашей давней клиенткой который находится здесь сама на политическом убежище она гражданка россии и вот сегодня ее сын с другом приехали в казахстан и многие вопросы которые нам задают мы отвечаем то есть не мы отвечает адвокат я нахожусь рядом то ли перевожу то ли уточняют или делаю бриф и вот просто хочется поделиться какие были последнее время вопросы какие адвокат дал иммиграционный адвокат дал ответ на эти вопросы вопрос номер один мой сын в казахстане вместе с другом у друга нет заграничного российского паспорта подали на его продление вот они там скорее всего месяц должны находиться будут в казахстане для того чтобы дождаться паспорта и дальше уже традиции в мексику и попытаться перейти границу будет ли это проблемой ответы угадать там будет возможно сложности потому что вам нужно будет объяснить как это так спасаясь от преследования в месяц находились в этой стране или обезьян также вам нужно будет объяснить если вы находились в третьей стране почему вы там не получили не попросили политическую убежище почему вы там не остались если вы спасаетесь россии один из разумных ответов которые выигрышный ответ, которые давали по словам адвоката клиенты на интервью, это было, что в этой стране я не чувствую себя безопасно, потому что это или тоталитарная страна, или там моя религия не подходит, или потому что в эту страну мои преследователи, правоохранительные органы могут меня экстрадировать, или они могут туда приехать, потому что, например, с этой страной, там Казахстан, та же Турция, нет Мексика, безвизовый обмен, соответственно, любые преследователи, то ли государственные, то ли частные лица могут приехать сюда и меня здесь достать, поэтому я там не чувствую себя безопасно, вот я должен уехать, тогда, соответственно, друг этого парня может объяснить, скажем, что он не мог передвигаться по причине того, что вот у него не было паспорта, а что скажет этот парень, что он друга за ручку держал, или он не хотел один спасать свою жизнь через, и уезжая один, поэтому решил погибнуть в Казахстане вместо того, чтобы ехать одному в Мексику, поэтому вот этот момент тоже нужно учитывать, как долг, чем быстрее вы начнете транзит, тем лучше это будет для вас, поэтому основная тема, то, что сказал адвокат, потом будете на удалении пытаться собирать документы, получать документы, решать свои вопросы, ну и как бы срывайтесь как можно быстрее. Также был задан вопрос уже другим клиентам, что он планирует достаточно долго находиться в Мексике, долго, это больше двух месяцев, ожидая там приезда детей и жены, будет ли это проблема, и как это объяснять, то же самое, как и с Казахстаном, только с Мексикой, по словам адвоката, опять же успешные кейсы, которые он суммировал, чтобы ответить на этот вопрос, что в Мексике так же самое не нужна виза для российских правоохранительных органов, или индивидуальный флист в Мексику, могут приехать его преследовать, плюс в Мексике очень большая коррупция и картели, ему там угрожает опасность сама по себе, как любому в принципе жителю Мексики, и из-за коррупции его могут выдать, даже если он там попросит политическое убежище, базируясь на коррупции, его могут то ли отправить в Россию, то ли сделать так, что правоохранительные органы или там злоумышленники будут иметь к нему доступ, вот это как бы основные вопросы, следующий вопрос, который волнует людей, это алгоритм, как попасть в Мексику, какие страны, и так далее, и так далее, ребята, адвокаты на эти вопросы не отвечают, то есть вроде как появляются там какие-то агенты, которые предлагают свои услуги, пока мы ничего на эту тему говорить не можем и не будем, пока не появятся, может быть, какие-то маршруты, которые, скорее всего, будут достаточно динамично меняться, но сегодня таких вопросов, ответов на эти вопросы у нас просто не может быть. Когда начинать работу над кейсом? Вот был вопрос, когда надо начинать готовиться уже. Вчера, сегодня, максимум завтра нужно уже готовиться. Человек приезжает в Казахстан, в Турцию, то есть у него займет какое-то время на транзит, вот когда нужно готовиться, чтобы приехать в Мексику на максимально подготовленном, и то время, что человек будет в Мексике, просто уже потратено на то, чтобы самостоятельно или с помощью адвоката или других специалистов подготовить свою декларацию, подготовить документальную базу, чтобы быть готовым к интервью на страх, а не заниматься этим в последний момент где-то на коленке, то есть сегодня есть на это время, сегодня нужно этим заниматься, поэтому на вопрос, когда быть готовым, уже быть готовым. Следующий вопрос, который задавался, я улежал в попыхах, у меня нет никаких доказательств, я вообще ничего не могу предоставить, что в поддержку своего заявления, стоит ли вообще мне пытаться? Ответ адвоката, да, конечно, стоит, потому что, хотя доказательная база, это называется Бролин оф Пруф, находится на вашей стороне, то есть это ваша ответственность доказать иммиграционной службе, что вы, а, квалифицируетесь на получение политического убежища по определенной категории, и, б, что все ваши показания соответствуют действительности, они правдивы, это ваша задача доказать, но само по себе даже ваша вербальная, устная рассказ, что с вами произошло, если он вписывается в алгоритм, который дает вам возможность получения иммиграционных бенефитов в виде политического убежища, тоже зачастую достаточен, чтобы его получить. И поэтому отсутствие документов или доказательной базы, в первую очередь, не должно вас сдерживать от бегства и попытки спасти свою жизнь и получить политическое убежище. Вот, как бы, для иллюстрации этого дела хочу очень быстро рассказать о реальном кейсе, на котором я работал. Молодой парень, 25 лет, гражданин России, приехал в Америку, и вот мы пошли с ним на интервью, я пошел в качестве переводчика, я не работал над его кейсом, и на интервью из документов у человека был паспорт и свидетельство о рождении. Все, больше у него не было ни одного документа. Но этот человек насколько грамотно, четко, харизматично отвечал на все вопросы, в каких-то моментах, где полагалось, он там всплакнул, где взгрустнул, и так далее, и так далее. То есть он достаточно эмоционально преподносил свою декларацию, свою историю, абсолютно она даже не была у него написана. Все это было в ВУЗном формате, офицер офигел, ошалел сначала, что никакой написанной декларации нет, что все это происходит в ВУЗном формате, на что мой клиент на тот момент объяснил, что это слишком эмоционально писать каждый раз, что он начинает писать его души, слезы, страхи, и он не может этого сделать. Поэтому такие моменты случаются, и интересно было, как интервью закончилось, когда он заплакал в очередной раз, кейс это по ЛГБТ, рассказывал о насилии, которое по отношению к нему было допущено, офицер пошел за водичкой, я вообще это крайне редко видел, но нас могут там отправить к питьевому фонтальчику, могут сопроводить, но чтобы офицер пошел, вышел из кабинета, оставил нас, вернулся со стаканчиком воды, это было тоже, как говорится, в первый раз, и вот он, когда отдавал ему воду, он так его по плечу похлопал, говорит, не волнуйся, иди домой и жди, все будет хорошо. Ну, как бы все будет хорошо, может быть оптимистичный посыл, но мы как-то вышли с немогой, переглянулись, понимая, надеясь, веря, что все хорошо, означает, что офицер ему как бы подмигнул словами, что он получит положительное решение, и действительно, через две недели он получает положительное решение, абсолютно без одного документа, доказывающего правдивость его слов, то есть офицер ему поверил, вот так вслетал. И еще какой момент важно сказать, все равно вы какие-то документы, да, насобираете, доказательства, например, свидетельские показания. Свидетельские показания очень часто мы компонуем в доказательную базу, то есть свидетелем должен быть очевидец, не просто человек, который что-то слышал, со слов даже ваших или другого человека, он должен быть очевидцем происшедшего, он должен быть с вами, скажем, на митинге, или он с вами стал рядом в тот момент, когда вы получили повестку, или когда вас били, или еще какие-то эпизоды вашего дела, если можно подкрепить свидетельскими показаниями, это было бы замечательно. И здесь нужно со своими друзьями, родственниками проводить ликбез, ликвидацию безграмотности, потому что многие боятся по причине того, что эта информация попадет куда-то в правоохранительные органы, у них будут проблемы. Конечно, такой шанс существует, письмо написал, ветер подул, оно улетело и залетело в окно кому-то из офицеров ФСБ. Но если вы написали письмо, передали его там, отправили его по e-mail, то шанс, что оно попадет куда-то, маловероятно, делается свидетельское показание, подписывается копия паспорта, этот документ, желательно с конвертом. Очень будет весомое доказательство для подтверждения правдивости ваших слов. Косвенные доказательства могут быть, например, вы написали сообщение вашему другу, слушай, нас там, когда арестовывали полицейские во время митинга, мне нужно подтверждение от тебя, что ты был, ты видел, то есть ничего придумывать не надо, просто рассказать правду, как это было, потому что мы с тобой были вместе. И вот, например, ваш друг отказывается вам это сделать, он пишет обратно на WhatsApp, в Telegram сообщение, нет, я этого не буду делать, я боюсь, оставь меня в покое. Ну, на безрыбье и петух соловей, вы можете взять, сделать скриншот этого диалога и предоставить его офицеру для того, чтобы показать, что вы пытались, все правдиво, вы не просили его что-то обманывать, просто просили его в продолжение, дать правдивые показания, и он из-за страха этого не сделал. И вот мы на этой сегодняшней разборе залетов тоже это обсуждали, как возможное доказательство, косвенное доказательство наличия у вас страха возвращения обратно в страну и почему у вас отсутствует доказательство. Еще один момент, который очень важно понимать и обсуждать, это наличие не только ситуации страха на сегодняшний день, но вы должны показать, что с вами будет, если вы вернетесь, например, обратно. Часто задается вопрос, а что будет с вами? Что с вами, что вы ожидаете с вами произойдет? Почему вы не можете переехать просто в другой регион, вы не можете переехать в другой город, в той же самой России? Ну, ответ тот, опять же, тоже абсолютно правдив и логичный. Общий знаменатель этого ответа, что меня, а, могут задержать прямо при пересечении административной границы, когда мой паспорт прокатается, проведут в терминале, то правоохранительные органы будут знать о том, что я пересек границу, меня, скорее всего, задержат прямо там. Но даже если я уеду в другой город, то существует регистрационное требование, то есть прописка, везде должен становиться на регистрационный учет, что эта база данных также доступна не только правоохранительным органам, которые и курируют эту процедуру, но также из-за высокой степени коррупции, уровня коррупции, мои преследователи, там, люди, которым я перешел дорогу, могут эти данные получить, не могут меня найти, в какой бы точке России я не находился. Ну, вот это основные вопросы, которые сегодня разбирались. Надеюсь, эта информация будет полезна и спасайся, кто может. Всего доброго, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Мы будем просто по ходу стараться помочь. С вами был Вадим Печерский, команда Rush In Documentation Center.